Дмитрий, сегодня вы приземлились в Тупилисском аэропорту, но во въезде в страну вам было отказано. Вы можете рассказать, какие причины вы назвали и вообще как это происходило? Нет, никакие причины не назвали, бумажки даже указали без объяснения причин. А как было? Ну просто на контроле меня отвели в сторону, где был главный, видимо, там кабинет, начальник погранслужбы, они меня попросили подождать, я ждал где-то полчаса, потом они говорят, мы вам отказываем во въезде. Я говорю, а почему? Он говорит, мы не можем объяснить причину, но это решение принято на государственном уровне, то есть государство такое решение приняло. Я говорю, да. Ну то есть они знали, кто я, это было видно, да, знают мою биографию. Вы сказали, что пограничники продемонстрировали знания вашей биографии. Вот в чем это вы выражалось? Да, знают. Один меня отвел в сторонку, говорит, что он не понимает, почему такое решение принято, что он ко мне хорошо относится, он видел мои выступления по телевизору. Вам сообщили о каком-либо сроке запрета, что-то подобное звучало? Нет, 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 просто депортировали без объяснения причин, и в бумаге тоже написано без объяснения причин. У вас ранее никогда не возникало проблем со въездом в какую-либо другую страну? И вообще это же ваш первый визит в Тпилиси, да? Не состоялся? Да, первый раз хотел, да, в Тпилиси давно, у меня же звали много друзей, просто никак все, руки не доходили. Но я всегда хотел приехать в Тпилиси. Ранее Любовь Соболь, соратница Навального, не пустили в Тпилиси, и когда вы ехали сюда, у вас не было сомнений, что может произойти что-то подобное? Ну, слушайте, более того, у меня есть некоторые политики, которые я на всякий случай спросил даже. Мне сказали, что не должно быть никаких проблем, я ей купил билет. Политики с грузинской стороны вы имеете в виду или... Ну да, да, да. Я просто меня просили не называть фамилии. Я просто спросил, как бы есть проблемы? Ну, поскольку там Любу не пустили и так далее, а Гордона до этого не пускали. Я думаю, может быть, может такое быть, что меня депортируют? Может, зря я лично? Да нет, вроде все нормально должно быть. Но это политики были из власти или оппозиционные, если не секрет? Это те, которые могут спросить у чиновников, короче, скажем так. Понятно. Если не секрет, вы на какой срок планировали остаться? Это был деловой визит, правильно? До пятницы, да. До пятницы. То есть у меня, во-первых, здесь просто половина моей команды, которые ребята, кто у меня в штамме работают. И меня давно звали, они хотели встретиться, они хотели обсудить. Вот у меня, мне надо в пятницу быть в Стамбуле, я взял билет уже из Билиси, в Стамбул, взял отель, проплатил. Причем ничего не возвращается. Потому что я взял по этому тарифу, который не возвращается. Отель мне не возвращает, билет тоже ничего не возвращается. Главное, я еще двух людей, вот кто у меня в команде работал, я им купил тоже билеты. Они из других стран просто летели и пустили с утра. Сейчас вы планируете, наверное, добиваться какого-то официального объяснения запрета? Мне хотелось бы понять вообще, проблема не в том, что я хочу свою судьбу решить, и мне так позарезно нужно в Билиси. Такого же нет. Вопрос в другом. Грузия многими россиянами, белорусами рассматривается как место, куда можно эмигрировать, где безопасно, где можно найти удачную налоговую юрисдикцию и прочее. Короче, многие же едут в Грузию. На самом деле, просто я уже знаю, что этот кейс очень всех напряг сейчас. Потому что никто не понимает, что происходит. То есть СОБР не пустили, меня не пустили. Но главное, непонятно почему. Я же не ехал туда участвовать в публичных каких-нибудь там политических проектах. У меня не было таких планов. У меня были планы встретиться с активистами, с друзьями встретиться, которые живут в Билиси. Там дипломаты были разные, которые узнали, что я буду. И меня пригласили на встречу. Я с удовольствием встречусь. То есть ничего публичного не предполагалось. То есть, не знаю, может быть там решили, что я еду в Саакашвили защищать. Я не понимаю, что такое может быть. Вот честно. Мне, конечно, интересно какую-то реакцию дождаться. Потому что от этого зависит не в смысле, что я буду делать, а в смысле на эту реакцию будут ориентироваться многие россияне, которые хотели бы переехать и Грузию рассматривать как наиболее комфортную страну для переезда, для миграции. Мне, кстати, авиакомпания скорее прилетела в лоу-постер. Сказали, что это вообще в последнее время очень многих заворачивает. Причем не только россиян, а вообще такой тренд прослеживается. Да, и вот в связи с этим вопросом, стала ли Грузия оказаться менее безопасной, в принципе, с вашей точки зрения? Это будет зависеть от того, какая будет хотя бы официальная версия. И будет ли она. Да. Вот если они отмалчиваются, значит, мне просто ничего, кроме политической версии, мне в голову ничего не приходит. Ну, просто ничего не приходит в голову. То есть, вероятно, что, может быть, чтобы не ссориться с Россией, да, не хотят особо пускать. Ну, то есть, грубо говоря, там активистов, ладно, а кто там известный, типа, вот от греха подальше лучше не пускать. Но это же, мне кажется, это вредит репутации Грузии, вот, которую многие-то с надеждой всегда раньше воспринимали, как страна, которая стремится там к демократии, там, и так далее. Реформы были интересные, на которые там, которые многие приводили всегда в пример. Вот. А что это такое? Ну, просто зачем такой скандал на ровном месте? Тем более, что предварительно, ну, предварительно, да, я по своим разным каналам просто, ну, мне не хотелось просто так лететь, честно, чтобы назад депортировали. Вроде мне сказали, никаких проблем быть не может, если что, мы там попробуем подстраховать. Ну, вот, те люди, которые хотели подстраховать, не смогли, ну, просто не успели, потому что у меня было 15 минут, меня ждал самолет. Мне просто неудобно было перед людьми, которые меня ждали. Ну, я что, я же не мог там сопротивляться, драться. Конечно, меня попросили в самолет, если я сел в самолет, он взлетел. Люди там, видимо, кто-то до кого-то не смог дозвониться, я не понимаю, честно, мне это кажется странным. Грубо говоря, ну, хорошо, ну, приехал Дмитрий Гудков, встретился бы там со своими друзьями, и чего, чего было бы там, я просто не понимаю. Если мне дадут знать, что это какая-то ошибка произошла, и пригласят, я с удовольствием приеду в Грузию, тем более давно, хотел в Белиси приехать, да, что называется. Инцидент будет исчерпан, но все-таки там я был парламентарием, вот, одним из тех, кто боролся за демократические перемены в России. Вот, я был всегда открыт для общения со всеми дипломатами. Когда Россия уходила в изоляцию, я, наоборот, был сторонником того, чтобы мы выстраивали нормальные отношения с соседями. Ну, как-то вот у меня много друзей-журналистов из Грузии, знакомых там, ну, вот, то есть, это просто, ну, как-то странно, да. Ну, хорошо, сейчас об этом все узнают дипломаты, зачем это Грузия нужна. Ну, и главное, ради чего просто, вот ради чего. Чего нужно было этим показать? Это главные вопросы, да, на которые, надеюсь, мы услышим ответы, но в любом случае, надеюсь, это... То есть, я сейчас не стремлюсь к каким-то уже там громким заявлениям, да, я хочу просто понять, как бы вообще, а можно ли в Грузию приехать, будет мне, да, безопасно ли в Грузию ехать людям тогда, вот, если уж, если такое отношение там к оппозиционерам. Или это ошибка, да, ну, вот, хочется просто понять, дождаться. Вот, дальше уже... Просто я знаю, что мне уже, мне написало очень много людей, активистов политических, там, которые живут в Тбилиси, ну, или в Грузии вообще, и которые очень сильно напряглись. Реально. Они уже, ну, поскольку там наши государства людей преследуют, и вот у них вопрос, а безопасно ли им находиться? Вот они у меня спрашивают совета, и я не знаю, что им ответить, потому что пока не понимаю, что произошло. Продолжение следует...